Локоны от лица – отличный вариант на выход или свидание. При помощи утюжка какой девушке не захочется разнообразить свои повседневные, деловые и праздничные образы яркими идеями. С помощью утюжка или, как его по-другому называют, стайлера легко можно превратиться из бизнес-леди в романтичную мечтательницу. Утюжок универсален и незаменим для укладок. Он поможет выпрямить волосы, накрутить их или придать шевелюре объем. Стайлер прекрасно подойдет для завивки непослушных и проблемных волос. Прядки будут нагреваться с обеих сторон, что существенно упростит украшение локона. Поэтапная инструкция – обработайте чистые волосы защитным спреем и дождитесь, пока они полностью высохнут. Выберите подходящую температуру стайлера. Если волосы тонкие и ослабленные, она должна быть в пределах 120-150 градусов. Для жестких волос и нормальной структуры наиболее оптимален режим 170-200. Если вам по душе эффект легкой небрежности, то волосы стоит накручивать произвольным образом то в одну сторону, то в другую. А прядки обрамляющие лицо в направлении от него. Это будет выглядеть, как будто прическу растрепал легкий уличный ветерок. Романтично, естественно и не скучно. Процедуру завивки лучше начинать с нижней части волос. При этом верхнюю часть шевелюры необходимо заколоть на макушке. Разделите волосы, выберите один участок и постепенно накручивайте на утяжок по одной небольшой прядке. Отделите прядь волос, зажав ее между пластинами стайлера. Держась рукой за ее кончик, накрутите волосы на одну пластину, прижмите другой и потихоньку тяните. Так постепенно накрутите всю шевелюру. Чтобы кудри выглядели плотными, накручивайте их медленными плавными движениями. Для достижения эффекта легких локонов нужно действовать быстро. Если вам нужно сделать локоны по всей длине, завивайте волосы так близко к голове, как только можете. При этом будьте осторожнее с утяжком и не обожгитесь. Если кудри нужны только на концах пряди, завивку следует начинать с середины. Закрепите укладку лаком по желанию. Лак лучше приобрести не суперфиксации, не переусердствовать при нанесении, иначе волосы будут выглядеть жесткими и неестественными. Если вы захотите расчесать накрученные волосы, то делать это можно только после их полного остывания, в противном случае локоны раскрутятся. И все труды пропадут даром. После расчесывания даже остывших волос локоны могут стать просто волнистыми прядями, если такой эффект вам по душе-то все в порядке. С помощью плойки плойка – один из самых популярных инструментов для создания романтических локонов, легкомысленных кудряшек и элегантных волн. Плойки могут быть двойные и тройные крупного и мелкого диаметра, с разными покрытиями из разных материалов. Если вы остановили выбор на этом инструменте, то отдайте предпочтение плойке с керамическим покрытием. Этот материал считается самым безопасным для состояния волос. Поэтапная инструкция первым делом нагретье плойку. Локоны, завитые недостаточно горячим инструментом, долго не продержатся. Температурный режим такой же, как утюжка, не более 160 градусов для тонких волос и не более 220 для обычных. Убедитесь, что волосы полностью сухие. Тщательно расчешите шевелюру, двигаясь от кончиков к корням. Нанесите термозащитное средство. Разделите волосы на отдельные прядки. Их толщину необходимо выбирать в зависимости от того, какой величины оконы вы хотите получить. Колечки из тонких прядей получаются маленькими и упругими, из толстых крупными и мягкими. Расположите инструмент близко к корням волос и начните накручивать прядь сверху вниз. Держите плойку. Время выдерживания пряди на инструменте зависит от ее толщины, в среднем оно составляет 5-10 секунд. Аналогичным образом завейте всю капну. Если вы хотите, чтобы локоны выглядели одинаково, крутите их в одну сторону. Готовые локоны можно слегка проредить пальцами, от этого они станут мягче и пушистей, что придаст волосам немного растрепанный естественный вид. Также можно воспользоваться гребешком с частыми зубцами, но только когда локоны полностью остынут. Сбрызните прическу лаком не обязательно. Кудри всегда были и будут в моде, это отличный вариант прически на выход или свидание, а легкие локоны замечательно впишутся и в повседневные образы. Чтобы создать шикарную кладку, вовсе не нужно посещать парикмахерскую, делать локоны от лица в домашних условиях под силу любой. Девушке нужен лишь хороший инструмент, а также немного времени и терпения. Но все-таки слишком часто пользоваться плойками и щипцами не стоит, чтобы волосы не потеряли природной силы и здоровье. Узнайте больше о завивке волос. Благодаря следующим статьям важные советы по завивке коротких волос, как Сделать локоны на длинные волосы, особенности укладки, что такое прикорневой объем, как сделать прическу пышной в домашних Условиях, как сделать, чтобы кудри долго держались, как быстро накрутить волосы в домашних условиях, как Красиво уложить локоны стильной прически своими руками. Полезные видео локоны от лица с помощью утюжка для волос. Что собой представляют, что собой представляет прическа, понятно из названия, красиво уложенные кудри, обрамляющие лицо. Нюанс в том, что эти кудри могут быть разными, мелкими, средними или крупными, они могут не испадать волной и закручиваться спиралью. Нужно лишь определить, какая разновидность укладки будет смотреться наиболее выигрышно. Кому подойдут, пожалуй, не будет преувеличением сказать, что локоны идут всем или почти всем. Но их только нужно грамотно уложить в зависимости от длины волос и формы лица. Рекомендации по укладке таковы. Круглолицам девушкам лучше делать кудри на длинных или средних волосах. Короткие локоны могут визуально подчеркнуть округлость личика. Женщинам с массивными, ярко выраженными скулами и тяжелым подбородком подойдут крупные кудри или локоны по всей длине волос. На обладательницах тонких изящных черт и лиц треугольной формы будут красиво смотреться. Кудри, обрамляющие щеки и подбородок. Если у вас лицо в форме груши или трапеции, то подойдут легкие локоны, спадающие на щеки. Как сделать самостоятельно? Если возможности или желания идти варикмахерской, нет ни беда, эту укладку можно успешно сделать и в домашних условиях. Что понадобится? Утяжок или плойка. Спрей для защиты от перегрева. Купить такой спрей можно в аптеке или салоне. Красоты. Расческа, заколка или крабик. Лак для волос. Средние фиксации. По желанию, немного терпения. Этап номер один. Подготовка перед накручиванием волоса необходимо тщательно вымыть шампунем. После мытья увлажните чистую шевелюру кондиционером. Дождитесь пока волосы полностью высохнут или ускорите процесс самостоятельно при помощи фена. Обработайте каждую прядь будущих локонов специальным термозащитным спреем. Он убережет волосы от вредного температурного воздействия. Полезные видеообъемные локоны на утюжок. Локоны от лица с помощью утюжка для волос.